привет мои хорошие мои друзья с вами канал art money сегодня я делаю такой десерт у димы здесь варенец или ряженка не помню семена чиа и творожок у меня тоже самое только кефир тоже творожок чиа и у меня еще мед диме мед и нельзя потому что у димы какая-то аллергия завтра мы пойдем к врачу записались потому что она не проходит не как у него что он там скажет может какое-то лекарство даст или нужно будет анализы сдавать уже лечим эту аллергию в течение месяца даже больше уже месяца полтора наверное вроде она то проходит проходит то опять то проходит проходит опять короче не знаю вот здесь у меня творожок и решила еще положить сюда ягоды нам здесь у меня черная сморозина уже ягод почти не осталось чуть-чуть у нас сегодня кстати солнечно там народу я сейчас видела много-много там ходит народ вот пошел вон один человек еще два народ ходит прям вот выходные мы с вами гуляли никакой милиции вообще не видели муж говорит видел милицию ездил на набережную там просто гоняет а и документ спрашивают еще документ спрашивает вот так у нас такие дела на улице так уже хорошо я когда первый раз на эти вышел на улицу спустя там я не выходила что-то недели две-три уже вот выходные и такой аромат весны прям вообще на дышаться было невозможно так ароматно пахло а потом привыкаешь уже и все на следующий день вышло уже не чувствую аромата а вот первый раз с это соком то вот нюхаешь на соседи белье вешают у себя на лоджии на балконе и это белье все перебивает не чувствуешь аромата либо курит опять прибивает либо кто-то готовит опять прибивает то есть от сложности а тут вот прям классно на улице вчера еще нас было холодно очень вчера дождь вчера холм сегодня уже потеплее солнышко был небо там голубое решила вместе с вами эти ягодки положить я кипятком залила чтоб они побыстрее вот и хочу так вот-вот ах ты блин левой рукой неудобно какая большая люди положим не знаю короче на чем у него там аллергия пробовали продукты уже кормила одной кашей и бесполезно на то есть то нет ее короче вообще прям не знаю чуть такое от чего это но дима болел вирусом перед 20 23 февраля он заразился вирусом и как-то он видимо находился в нем какое-то время не знаю даже как так получилось уже начал болеть он через там два-три дня где-то вот он отдыхал как раз со своей крови кровь его повела зачем-то там магазин якобы погреться и за это время она покупала продукты и там зацепил этот вирус ну конечно была виновата как всегда я потому что оставила ребенка с ними вроде стараешься всем угодить чтобы все были с ребенком и соответственно хочется чтобы ребенок тоже общался со всеми но потом оказываюсь я виноватый во всем вот и педиатр сказал что это сейчас я на себя приведу вот я волосы немножко не очень короче педиатра оба педиатра сказали что это осложнение после вируса и как раз так получилось что он зацепил вирус то есть 23 24 февраля по-моему я приехал на следующий день до 24 или 25 вот я сейчас не помню уже я приехала свекровь уехали ну и как всегда я захожу в детскую дима как всегда весь красный одеты на нем три кофты трое штанов то есть ему жарко он весь горячий весь горит для давать берет мерить температуру 39 вот они как всегда говорят что у нас ничего не волна все было хорошо он был нормальный мы бы заметили ну так каждый раз каждый раз я диму забираю в принципе каждый раз у него температура либо сопли либо горло либо кашель там либо еще чего-нибудь вот ну я думаю ладно может температура просто а на следующий день его уже начался понос целый день у него был очень сильный понос горло потом я заметила увидел что красное горло понос горло и рвота и рвота у него было вот потом уже в этот настоящий день когда у него так все началось вызвали уже врача врача так врач у нас и скорой сначала приехал потом мы вызывали еще по моему педиатра нашего из нашей уже поликлиники не помню в этот день или на следующий день я уже забыла вот нам сказать то что это ослабил на то что это вирус да но какой конкретно не знали то есть у него понос один день пробыл рвоту там рвота у него еще несколько дней было это был конечно кошмар температуру мы сбивали дня 4 до 45 дней где-то мы сбивали это было очень сложно она вроде бы уходит потом она возвращается он весь горит он лежит уже не встает я вижу что ему плохо я его давай обтирать мокрыми тряпочками вот бегаешь с этой тряпочкой туда-сюда он лежит вроде опять ушла температура он мерзнет а думаю блин он мерзнет надо одевать ребенка одеваешь у него опять температурой боишься что он еще больше застудится это было у нас просто это был кошмар вот потом от после температуры наверное вот как раз это было перед восьмым мартом он у меня выздоровел там 23 они тоже там две недели как раз да вот неделю он проболел потом вот как раз недели было все хорошо где-то не на через 13-14 вот появилась вот это вот аллергия где-то так она появилась когда у у меня тут вот такие как будто как микки-маус у тут мне кажется вот торчат такие есть тут эти вот это от резинки вот то есть через 10 там 13 дней появилась вот это вот аллергия сказать что это осложнение после вируса вот ну во время конечно пока у нас был вирус я ничего не снимал не выкладывала подумала ладно зачем переживать там будете все такое зачем надо ну а тут теперь еще и аллергия появилась и она не уходит никак и мазали кремами мазаем мажем и все и бесполезно не уходит нам будет надо врачу идти записалась я вчера завтра пойдем к врачу придется идти корона вирусом там конечно выходить нельзя но у ребенка не проходит и она стала еще хуже даже если у него где-то она вот тут была только на подбородке то теперь она уже сюда пошла уже сверху уже больше становится хотя бы врач посмотрим хотя принять могли бы сделать не знаю чтобы этот врач домой что ли приходил к детям чтобы детей не выводить на улицу не тащить не знаю почему этого нет у них было бы так лучше гораздо все равно там в поликлинике принимает всего два часа у нас поликлиника частная поэтому там народу не будет я уверена там их никогда его это народу нету вечно приходишь вечно пусто смотришь только бы у них там столько карточек странно почему так пусто посмотрим сейчас пойдемте посмотрим чем там диппинг занимается зима занялся опять ремонтом до выходных у него было ремонт в комнате и сейчас он там вчера продолжала и сейчас продолжает ребенок занят чем-то там у меня пойдемте посмотрим чем он у меня там занят дима занят ремонтом у нас Сегодня с утра захожу Вон тут опять маленькие Обрывки Стена почти пустая Сверху немножко я оборвала Потому что он встает На край кроватки своей И может упасть Поэтому пришлось обрывать все При ребенке Его же не денешь никуда Не спрячешь Не попросишь Тут что-то я смотрю Вроде не было Старые обои Ну вот Давай внизу Вон там и обрывай Он залазит на этот стол Становится И лезет по верхам Обрывать Короче, представляется у нас Во дворе две пожарные Но Не видно, что в том доме Что-то горело Пожарные виды Может быть Хотя нет Это было с той стороны Наверное Они бы с той стороны Подъезжали Впрочем там уже народ Начинает Собираться Смотреть В тот подъезд Они ходили Не знаю Пожарные Это всегда очень страшно Не знаю Уходят Может быть Ложный вызов Почему две штуки Короче У них сейчас Мигалки Такие были Они прям Обходили Эти мигалки По всему Двору И так Прикольно Смотрелась Тут Не видно Не знаю Короче Они уходят Надеюсь Что все хорошо А мы Как раз Я ребенка Спать укладываю И слышу Шум Какой-то Машина Я думаю Мусорка Что-ли Приехала Видим Наверное Ложный вызов Раз Они уезжают Да Дима Все Поубирался Вот Все Игрушки Свою Убрал Все Убрал Да И мячики Мама И мячики Даже Сложил Молодец Какой Уже Все Убрал Сейчас Буду полы Перемывать Услышали Вот просто То что Там Какие-то Звуки Машины Нет Что-то Слушайте Не проезжает Это Пожарная Ну не знаю Надеюсь Она выйдет Ладно Давайте Всем спасибо За просмотр С вами был канал Артмания Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Свои Кто досмотрел До конца И всем Пока-пока Субтитры Субтитры